Всем привет! В этом видео хочу рассказать о вот таком вот переменном резисторе или как его еще называют потенциометром на 10 кОм. Мы рассмотрим его особенности и способ подключения к микроконтроллеру на примере Arduino Uno. Вообще разновидностей переменных резисторов много. Они отличаются по форме, по номинальному сопротивлению, по способу регулирования. Но все они имеют схожий принцип работы. При вращении регулятора или изменении его положения меняется сопротивление. Данный резистор является одним из самых компактных и очень удобен для создания миниатюрных устройств. Он будет частым участником в моих дальнейших роликах, поэтому решил снять о нем отдельное видео. Как и большинство переменных резисторов, эта модель имеет три ножки. Две крайние расположенные друг напротив друга для подключения к плюсовому проводу из земли. Центральное для снятия изменяемого значения. От того, к какой ножке будет подключен плюс источника питания, а к какой минус в дальнейшем зависит в каком положении. В крайне левом или в крайне правом будет номинальное значение резистора, а в каком близко к нулю. Например, в этой модели обе крайние ножки обозначены цифрами 1 и 3. Если минус источника питания подключить к ножке номер 1, а снимать нагрузку, вернее изменяемое значение с ножки номер 2, то в крайне левом положении регулятора значение сопротивления будет близко к номиналу, то есть около 10 кОм. А следовательно напряжение на выходе будет близко к нулю. При обратном подключении все происходит наоборот. Проверить сопротивление любого резистора можно с помощью мультиметра. Для удобства расположим потенциометр на макетной плате. Соединим его ножку номер 1 черным проводом и ножку номер 2 оранжевым проводом. И подключим соответственно к мультиметру. На мультиметре выставим измерение значения сопротивления. Вот у нас в крайне левом положении сопротивление близко к нулю. При вращении регулятора сопротивление увеличивается. И в крайнем правом положении достигает значение близкого к номиналу, то есть около 10 кОм. Теперь для примера попробуем с помощью данного потенциометра регулировать яркость светодиода. На макетной плате соберем вот такую вот схему. Минус подключаем к минусу. Черный провод к минусу. Красный провод к плюсу. Берем вот такой вот светодиод. И его короткую ножку подключаем к минусу. А длинную соединяем с ножкой номер 2 потенциометра. В качестве источника питания я буду использовать вот такой вот литий-полимерный аккумулятор на 3,7 вольта. Обычно их используют в квадрокоптерах. Я же использую для тестовых схем, где достаточно напряжения до 5 вольт. Для удобства подключения к макетной плате удалил родной разъем. Такой вот. И заменил его на двухконтактный разъем вот от такой гребенки. Для защиты контактов от замыкания взял обычный двухпиновое гнездо контактов и удалил его ножки. Получился вот такой вот защитный колпачок. Главное не перепутать его с джемпером. Подключаем источник питания на схему. Светодиод у нас загорается в крайне правом положении. Соответственно в крайне левом он гаснет. Единственное, что в схему нужно добавить сопротивление номиналом около 200 Ом. Подойдет вот такое вот сопротивление 220 Ом, которое обычно присутствует в стандартных наборах всех этих Ардуино. Немного изменяем схему. Добавляем сопротивление. И снова вращаем ручку потенциометра. Все прекрасно работает. Теперь соберем схему потенциометра в связке с Ардуино. Для примера будем использовать Ардуино Uno. Но также можно использовать и другие микроконтроллеры. Не обязательно Ардуино. Удаляем источник питания. Питать всю схему мы будем от Ардуино. Светодиод и резистор нам тоже не понадобятся. Черный провод соединяем с землей. Красный провод с выходом 5 вольт Ардуино. А оранжевый провод соединяем с аналоговым портом А0 Ардуино. Все. И далее подключаем Ардуино к компьютеру с помощью USB кабеля. Запускаем программу Ардуино IDE. И пишем небольшой скетч. Вначале определяем постоянную А0. Которую связываем с нулевым портом Ардуино. И переменную Well. Которую и будем записывать значения изменяемые с помощью потенциометра. В функции Setup производим инициализацию монитора порта на скорости 9600. Скорость может быть и другая. Лишь бы она совпадала со скоростью в мониторе порта. Дальше в функции Loop мы в переменную Well записываем значение из аналогового порта А0. С помощью функции Analog Create. И выводим это значение в монитор порта. Устанавливаем задержку 1000 миллисекунд или 1 секунда. Далее смотрим в инструментах. Подключена ли у нас правильная плата. Да, все верно. И правильно ли компорт установлен. Тоже все правильно. Вот. И, собственно говоря, загружаем скетч в Ардуино. Вначале идет компиляция. Загрузка. Сейчас загрузка завершена. Открываем монитор порта. И видим появляющиеся нули. Теперь изменяем положение регулятора потенциометра. И видим, как значение увеличивается при вращении ручки. Увеличиваются они до значения 1023. Это максимальное значение, которое соответствует крайне правому положению регулятора потенциометра. В дальнейшем мы будем использовать изменяемое с помощью потенциометра значение переменной для изменения режима работы различных устройств. В следующем видео мы создадим схему управления цветом RGB светодиода с помощью потенциометра. А также напишем небольшой скетч для плавного изменения его цвета. От красного до фиолетового. Скетч получится универсальным и будет работать не только для RGB светодиода, но и для цветных лет матриц, экранов, панелей. Спасибо за просмотр. Кому понравилось видео ставьте лайк. Также кому интересна тема электроники и различных самоделок подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Впереди будет много всего интересного. До встречи в новых видео. Всем пока. года... года